ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Заканчивается ведьмак, вернее, даже, наверное, правильно уже сказать, заканчивается это несюжетное дополнение, вот, очень активные здесь NPC стали, они то и дело перебивают, вот, наконец-то я вспомнил и спешу всех уведомить, что музыка, которая играет в заставке, которая играет в начальной заставке, это некая группа Прометей, композиция или трек под названием Ведьмак, так и называется, ВКонтакте в аудиозаписях легко можно найти. Смотрим, что же будет, не четвертый же он загадает, но... ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А? Как-то по-культурнее нельзя? И тогда смотрю, а он раз, и залпом выхлебал половину бочки! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ГЕРОЛОСА О, а этот уже тут! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ГЕРОЛОСА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ uh... людям, которые тебе не нравятся кто ты на самом деле? Генго Тру Дим, прозванный... я не об этом спрашиваю видимо, ты желаешь знать, чем я занимаюсьups... я даю людям то, что они просят можно сказать, что я исполняю желание И втравливаешь людей в неприятности Это не я, а всего лишь их собственные желания во всей красе Я честен, я даю людям только то, чего они хотят Если они желают вещей недостойных, так лишь потому, что такова их гнилая натура Ты не человек, это ясно Так кто ты такой? Демон Джин? Ты в самом деле хочешь знать? Да Нет, Геральт, не хочешь Лишь один раз я прощу тебя И не выполню твоего желания Те, кто узнал мое истинное имя, либо уже мертвы Либо судьба их была гораздо хуже А ты мне еще нужен Какой базар у него Ну это тупо Чем обязан твоему присутствию? Я хотел тебя поблагодарить Ты замечательно справился с заданиями Ольгерда Твой долг почти выплачен Я должен был выполнить три его желания и сделал это Сними с меня этот знак Мы в расчете Почти Чтобы выполнить все условия договора, осталось сделать одну вещь Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвании Об этом речи не было Разумеется, было Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка Приписка мелким шрифтом, который, однако, является полноценной частью контракта Это также касается устных договоренностей Вспомни, я сказал, цитирую И все же я верю, что все кончится хорошо А после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе Конец цитаты Ебать ты бюрократ Ну, помню Выполни свою часть уговора, и я сниму с тебя знак А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником О, блядь Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел И откуда ты взялся? Чувак, он тот вот мужик на входе ложку в глазу не заметил Вот это да Я просто очень быстрый Я ведьмак, а это делает меня нечеловечески быстрым Это ты мне бросил муху в суп? Нет, послушай внимательно Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвании Это на юг отсюда Вход в пещеры Что там творится? Светилище Лильвании Ты понял? А, понял Погоди Была тут медичка, твоя знакомая Просила, чтобы ты к ней заглянул Спасибо Я так понимаю, что С этим Гюнтером предстоит еще подраться А как же с ним драться, если он Сука, время останавливает Ну да, он сознание потерял От того, что ему ложка в глаз попала Хе-хе-хе-хе Ой, блин Да Сука, жесткий этот чувак, блин Гюнтер Азим Слушай, хитрожопые разработчики все-таки Этот Гюнтер же появился сразу В игре Один из первых персонажей, с кем поговорить дали Еще в обучении Повстречались и все И про него забыли А потом Херакс И выходит дело сишка Где этот Гюнтер Шмюнтер Оказывается главный хрен Вот где сказали, что у меня Факел есть Давайте посмотрим Я, наверное Вы кадильницу с факелом не путали? Сейчас посмотрим А, еще кольца какие-то Тут где-то одеваются Какие кольца они? Уже никаких кольц По-моему В Драгонейджи кольца одевались А в Ведьмаке никаких колец На персонажа одевать было нельзя Ну вот он, факел, сука В натуре был Все это время у меня Тварь, блядь, мелкая Херно такой незаметный Че они его В ход барта не поставили? Че ж теперь при свете Будем ходить, елки-палки Че это она делает? Че они? О, Геральт Это ты Она собирается куда-то ехать? Эти бабы Че у них в голове? Что тут случилось? У тебя были грабители? Это? Нет Я просто переезжаю Что? Куда? Когда? Не об этом я хотела поговорить с тобой Или не только об этом Ну да ладно Че это она так смотрит? Я уезжаю, Геральт На Восточный фронт В Каидвер Да Печалька Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась Ко мне пришли двое солдат Сказали, что я снова нужна Редании И ты не могла отказаться? Может и могла бы Но не захотела Мое призвание Лечить людей Моя работа Нигде не нужна так, как на фронте Слушайте, она не одноглазая часом Че у нее все время, блин, один глаз челкой закрыт За хрена нужна такая прическа Останься, я понимаю Бля, Геральт, тебе не дохуя телок-то, а? Ты заеб... Блядь Зависть черная уже Ты не могла бы остаться Геральт Зачем? Тогда на свадьбе... За шкафом Все было очень мило Но у тебя своя жизнь А у меня своя В дальнейшем это не имело бы смысла Ты понимаешь, это не хуже меня Ну... Будь осторожна Ты тоже, Геральт Ты узнала что-нибудь о Больгерде? Книги мне мало что дали Я поняла, что если нужна правда о нем Нужно найти кого-то, кто ее знает И ты нашла? Мне повезло Мой товарищ по учебе Ассистент профессора Прометиция Шезлока Специалиста по черной магии Уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эверика Профессор так увлекся исследованиями Которые Ольгерд у него заказал Что, похоже, немного тронулся умом Он не подпускает к своим записям никого Даже своего ассистента Где найти этого профессора? Здесь, в городе Он сидит под замком в своем доме за стенами университета Его стерегут охотники за колдуньями Ну, то, что По-моему, то, что Ольгерд продал душу дьяволу Не поняли еще, наверное, только дети Которые ни разу о таких вещах не слышали Не смотрели фильмы на эту тему Не читали книги на эту тему Рекламу не застали Пиво Этого Как его Какое, Фауст, ты предпочитаешь Я хочу Какое пиво он в рекламе там говорил Блядь, ну точно не Балтика, да? Я хочу, говорит, такое это фильм Такое это пиво А дьявол говорит Не, а выбери другое Он говорит Ну, раз ты, блядь, вот это пиво не можешь Значит, ты хуйло полное, не дьявол То есть такая реклама тупорылая Я вот из нее впервые узнал вот эту А вообще это Ну, Фауст Фауст Гёте Оттуда Продажу душ, как я понимаю Есть еще Фильм Перекресток Или Перекрестки Про гитаристов Есть еще Комедия О, где же ты, брат? Где это? Это, блядь, повсюду упоминается И здесь это Обыграно то же самое Я уверен Но предлагают про это Пойти еще час узнавать К чему это? Для кого? Зачем его стерегут охотники? Да насрать мне, блядь, что они его стерегут Мне надо поговорить с этим профессором Я с тобой Университет охраняют риданские стражники Один ты не пройдешь Стражники мне чаще всего не помеха Если ты их ранишь То мне придется их зашивать Во-во А если встретим кого-то знакомого Нас просто пропустят Я тебе работенки подкину Глядишь, ей уезжать не придется Че такое? Да ёб твою мать Ты починишь эту лестницу? Какой раз уже с нее навернулся? А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь ввиду после того, как Родовит его закрыл? Я имею ввиду, хорошо ли его охраняют? Часть академиков бежала на Дальний Север Сука, погоня, бля Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи Для Родовида нет большой разницы между учеными и чародеями Тебя он как-то терпит Потому что я ему нужна Восточный фронт А что потом? Зависит от того, куда пошлют Где бы ты ни была Будь осторожна Я всегда осторожна Не волнуйся В который раз настаивал на том Что вот эта вот система, блядь, следования За ключевым персонажем Настолько убого в этой игре сделано Я не знаю Даже король атмосферности это не исправит Просто, смотрите Погоня, погоня Ух, догнаю Ух, блядь Изнасилую Чушь, блядь О, это что такое? А, ну да Тут же книги жгут постоянно О, смотрите Там многие книги по физике, кстати Падают Ну-ка, на рекомендуйте Посмотрим Посмотрим На что способна видеокарта Да, прикольно Посмотрим На что способен движок игры А ну Не, прикольно Мне тяжело такие алибарды Стоять По приказу короля Вход на территорию университета закрыт А для преподавателей? Без исключения Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт Когда я тебя лечила Ты был со мной гораздо добрее Кстати Как твоя нога? В порядке Будто и не было никакой раны Я рада Ведь если б я тебя тогда не прооперировала Ты остался бы хромоножкой до конца жизни Хм Бруно Может мы ее все-таки пустим? Она же своя Ничего не украдет Какие у нее глазища зеленые Ну ладно Ну пусть идет одна Ведьмак слишком бросается в глаза А я не хочу из-за него неприятностей Сделаем так Я пойду туда одна И помогу тебе войти во двор Как? Не знаю Я найду способ Со стороны набережной Всегда меньше стражников Идиот Ладно Пустите меня А что Аксии уже отменили что ли? Зачаровать их Да пройти Ёпта Какие проблемы-то? Или что? Тупые стражники Они слишком невосприимчивы К гипнозу Наверное Блять Да тихо ты Куда на скало пойти? О Тут никак? Да Понасажали своих елочек Кипарисов Это вот здесь что ли спуск? Войти на территорию университета Блять плыть что ли вокруг? Такой интересный у неё план Ну Ушлёпся конечно Куда Куда деваться Мне бы серебряный меч Нормально Посмотрите сколько я дамага наношу Блять Да ёб твою мать Ты где там застрял-то? Да Слепота Блять Королевская просто Целых 15 секунд он был 15 миллисекунд Он был слеп Отличный бой Только я ничего не вижу почему-то Наверное потому что у меня вместо аптечек певище стоит О Наконец-то сработал этот Перк Дающий шикарную возможность убить одним ударом Работает всё-таки Обалдеть Что она Из своего нижнего белья мне верёвку сделает? Геральт, эй, Геральт, ты здесь? Здесь Держи верёвку Откуда ты взяла верёвку? А, долгая история Пока нам везёт Дом профессора Шезлака в конце этой улицы Там охотники за колдуньями Их убедить мне уже не удастся Ты уже очень помогла мне Спасибо, Шаня Не за что На моём месте ты бы сделал то же самое Если захочешь увидеться со мной ещё раз до отъезда Я буду дома Всё-таки нужно время, чтобы всё упаковать Тогда до встречи Ну да Прощальную палку дружбы кто-то должен кинуть Так Встретиться Пробраться в дом Охотники за колдуньями сагрились Значит, солдат Редания нельзя убивать Потому что Шаней зашивать придётся Но охотников за колдуньями она, видимо, не лечит Двойные стандарты, знаете Но охотники за колдуньями Это наёмники галимые, я так понимаю Сейчас, кстати, я сильным ударом его разрубил Интересно Блядь, я кнопку блока аж потерял Это офигение Вот он блок Так, дайте-ка, знаете, чё в деле проверим Хилиальную лопату, ёптать Обосрался Обосрался Сейчас лопатой закапывать буду О, нифига Чё это было О, двумеритовые наручи Ты посмотри, нифига себе Чё за поза такая, ёптать Проветриваю паханство, ё-моё Так А, я знаю, эта поза называется День открытых дверей Проститутка после субботника, блин Интересно, а там чё-то есть или что это такое? С такой башней должна Рапунцель сидеть, мне кажется Так-так Полчаный жемчуг, ремонтный набор Чертежи, штаны топорника Отличная масса призраков на минуточку Нифига себе Когда я всех призраков в этом DLC уже убил Они мне, наконец-то, выдали улучшенное масло Молодцы какие Интересно, есть какой-нибудь патч, который убирает эффекты синьки Если ты ей лечишься Потому что мне ничуть вообще не нравится Закрыто на четыре засова Надо найти другой путь Может, найдётся открытое окно Открытое окно Ну капец Ни хрена не видно Так, а что, а что у меня больше нету, что ли, каких-то аптечек, которые... Оу Я беден Надо было, пока ходил в таверну Квест сдавать Купить каких-нибудь там Что там продают-то хоть Ну Ну, что, невидимости наш Или ногу не задрать на ступеньку Блядь Да, есть ещё над чем работать разработчику этой игры Ну что, вот этот тюк нельзя обшмонать, что ли? Я пока не вижу открытого окна Но просто я вижу, что здесь тропа специально сделана О, вот этот не подойдёт Ну давай Что, не сюда, да? Так Ага Вон туда, на балкончик Даже как в Ассасинскриде Край, с которым надо прыгать Специально птичьим говном намазали Ха-ха-ха Браво, браво, бис, браво О боже Загрузка сохранения, надо сказать Тут просто дьявольски долгая Поэтому хотелось бы Всё-таки, чтобы, сука, таких фейлов Как-то, не знаю, не случалось больше О, херакнул, бля И дом сейчас рухнет, да? Чё это я там слышу такое? Кто-то дышит, как этот Так похоже на домик Шани И порядок такой же О, книги-книги Разбитое зеркало Не похоже на случайность Может, кто-то испугался того, что в нём увидел? Может, Гюнтер? Ключ Гиллиана Альбокова Это о демонах Страшно пыльное Интересно Короче, Гюнтер демон Обалдеть Вот этот поворот Вот этот я понимаю Ну чё Где тут чтиво? Так, которая знает Нахуй Следующее Суть зла в причинении страданий И существует много разновидностей страдания От обычной телесной боли И психических мучений До глубоких душевных ран Откуда же происходит зло Или появляется само по себе Или только в подходящих условиях? И, наконец, самый важный вопрос Как победить зло? Большинство верит, что зло существовало всегда Ибо никто не помнит времени без него Но разве это убедительное доказательство? И я посмею сомневаться Ибо я-то учёный Мне-то делать больше нехуй И суть учения в том Чтобы ставить все гипотезы под вопрос Пока они не найдут Строго научного подтверждения Каждую минуту в мире Ломается десять стиральных машинок И все из-за ебучей воды Колгон, вашу мать Появление зла Тесно связано с существованием Бога Это его противоположность И антитеза Добро без зла Не поддаётся измерению И, следовательно, восприятию Зло, таким образом, является Составной частью наших жизней Зло имеет много обликов И появляется в разных формах Одна из них существует воплоти Это зло приняло формы мужчины Который путешествует по миру Сея смерть и страдания Это зло коварно И его сложно разглядеть Обычно мы замечаем его присутствие Когда уже слишком поздно В моих учёных странствиях По мифам и легендам Множество культур Я сталкивался с удивительно Схожими описаниями одной личности Я имею в виду Не её внешность или имя Но её стиль поведения Это зло реализует себя в хитрости Оно соблазняет выгодным На первый взгляд предложением Однако цена, которую заплатить За объект желаний Непомерно высока и невосполнима А в предложенной награде Обычно скрывается ужасная Предательская ловушка Остерегайтесь всех, кто предлагает Невозможное Ибо достичь его можно Лишь с помощью махинации зла И имя этому злу Мавроди Да Вот это поворот Вот никак не ожидал От неожиданности Поставь ночной горшок Где обычно И забери поднос Я сегодня есть не буду От неожиданности Чуть со стула не ёбался Он слепой Я ничего не знаю И ничего не хочу знать Слышишь? Не хочу Я не причиню вам вреда Это демон тебя сюда прислал Уж я-то знаю Что за демон? Не притворяйся Что не знаешь Гюнтер Одим Воплощение зла Он не посылал меня Но всё же я здесь из-за него Я ведьмак Мутант? Хм Мда Это Возможно Что возможно-то? Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека Которая не позволяет человеку Веку Распоряжаться Своей судьбой Чего они от вас хотят? Не знаю Слышал ли ты Но я настоящий знаток оккультизма Собственно лучший Из всех живущих Моим учителем был Сам профессор Лионель Ван Вы сотрудничаете С охотниками С охотниками-заколдуньями? Выбора они мне Не предлагали Они прекрасно знают Что мне известно Всё о магии Ведьмах И Чародейках Они используют Мои знания Для своих целей Но у меня Нет выхода Я пришёл сюда Потому что мне нужны Сведения Которыми вы обладаете Если ты ведьмак Мне нечего опасаться Я ведь не чудовище Эпохи постконьюкции Чего хотел от вас Ольгерд фон Эверик? Да будет проклят Тот день Когда он ко мне пришёл Однажды он явился сюда И посулил мне мешок денег За то чтобы я узнал Кто такой Гюнтер Одим И как от него избавиться Я согласился В конце концов Это моя специализация Кроме того Мне нужны были деньги Я изучил множество книг Исторических фактов Ольгерд последний У кого деньги были Я побывал даже В библиотеке Нильфгарда И в конце концов Напал на след Этой тёмной сущности Она известна Тысячу лет В разных культурах И под разными именами Но везде Это синоним Воплощённого зла У нас его называют Гюнтер Одим А иногда Господин Зеркало Я корпел над книгами Столько Что потерял зрение Я узнал Что он любит Играть с людьми А больше всего Любит заключать договоры С виду Это невинные сделки Но они доводят людей До безумия Почему ты здесь сидишь? Что значит эти руны? Они меня охраняют Здесь зло меня не достанет Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал Однажды он пришёл ко мне Удивительная это была встреча Я слеп Но его видел отчётливо Он улыбался Улыбался Сказал, что такой интерес К его персоне Честь для него И что он решил Выразить благодарность И проявить Ответный интерес Из чувства благодарности Он и создал этот круг Сказав, что только здесь Я буду в безопасности А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять Что он имел в виду И что меня ждёт За пределами круга Схрена ли Ему проявлять Такой порыв Альтруизма Мне кажется Что он Ты же сам сказал Он любит играть с людьми Вот он и играет Или может он наоборот Наложил такое заклятие Что если старикан Выйдет из круга Дом рухнет ему на голову Хер его поймёшь Ольгерт подписал с ним договор Ты угадал Ты наверняка знаешь Что когда-то он был Очень богатым И влиятельным человеком Должен был быть Раз семья его невесты Приняла его предложение Но по воле злого случая Он лишился богатства И стал изгоем Семья Ирис Этого не потерпела Это состоятельный род И отдавать дочь За кого попало Они не хотели Ольгерт хотел увезти её Как можно дальше Но Ирис Не захотела Бросать семью Патовая ситуация К своему несчастью От ведьмы-бродяги Они узнали Что есть на свете Некто Способный Исполнить Любые желания Господин Зеркало Ольгерт встретился С ним на перекрёстке Один О, на перекрёстке как раз Вернуть своё богатство И влияние И кровью подписал договор И Один Предложил ему Обмен на душу Договор Да Ольгерт должен был Пожертвовать Кем-то Кого любит Один знал Что Ольгерт любит Только двух человек На всём свете Ирис Невесту И брата Витальда Ольгерт продал Витальда Ольгерт согласился Ой, бля Вскоре после этого Вернул себе состояние И женился на Ирис Да ладно Тут не про душу Тут немного поменяли О, ну туда базара нет Всё, всё Зря пиздел Согласен Получается Ольгерт убил Родного брата Ох, нет Один так не делает Достаточно было того Что Ольгерт Подписал договор Собственной кровью А день спустя Витальд Был убит Ольгерт Ольгерт Рассказал тебе Всё это Ему пришлось Иначе Как бы я мог Заняться Его случаем Ты говоришь Так, будто он Был болен Хуже Болезни Можно вылечить А вот Если ты играешь Со злом Найти лекарство Будет Куда сложнее Так Бля Заложил он Душу Или нет Так почему Ольгерт Решил избавиться От Одима Он получил Что хотел Он заметил Что стал меняться Его сердце Стало холодным Как лёд Он отвернулся От своей жены Ради которой Пожертвовал Братом Так он потерял Всё, что любил Потому что Гюнтер Одим Дает Не то, что ты хочешь А то, что ты просишь Вот что ждёт людей Которые подписывают С ним Договоры Ну так Нет способа Обыграть его Убить его невозможно Но я узнал О человеке Которому удалось Расторгнуть контракт Его можно победить Его же Собственным Оружием То есть Нужно бросить ему Вызов Если его Это заинтересует То можно С ним Сыграть Но помни Что ставка Может быть Только одна Ибо О Дима Интересуют Только Людские души Наконец-то А то я-то Уже думал Что я Ошибаюсь В чём-то Насчёт сюжета И так делал Сишки Куда без душ Что без людских Вадим Оставил на моём лице Знак Как мне от него Избавиться Знак Я думаю Я думаю Он исчезнет Когда договор Будет Выполнен А во что Играть с ним Не в Гвинт Надеюсь Я попробовал Бросить ему вызов Сыграть с ним Не могу сказать У того Кто его обыграл Никаких знаков Не было А как ты его обыграл Блядь У меня ещё вопросы Какое спасибо За помощь Чё за бред Спасибо вам Вы мне очень помогли Я рад Приятно узнать Что после стольких лет Проведённых В заперти И в страхе Ты можешь ещё На что-то сгодиться Ну Видимо Видимо Речь идёт О Фаусте Здесь как раз Пункт назначения Шесть О нифига У Геральта Рука Смотрите Сквозь текстуры Прошла Господин Зеркало Ключ От дома Профессора Шезлонга Дневник Так Ладно Надо мокруху Как-то Скрыть немножко Гаси свечи Гаси свет Дороги Нет Так Дневник Так Так Почитаем Может там написано Кто Избежал Мои заметки Наблюдения Профессор Шезлок Меня пугает Круг Созданный Одимом Я его не вижу Но я знаю Что он здесь Не знаю Как называется То чувство Которым я его ощущаю Когда я рядом С его границами У меня мороз Идет по коже Это не боль Скорее Волосы встают дыбом Прошел уже месяц А я все еще Остаюсь Внутри Рунического круга Меня И все еще Преследуют Кошмары Я уже боюсь спать Не знаю Сколько еще смогу Продержаться Мне приснилось Что у меня была дочь Странно Ведь у меня никогда Не было детей Но она пришла ко мне Ей было не больше Десяти Она называла меня папочкой И сильно любила меня Я видел Это по ее глазам Самое странное Что я тоже не чаял В ней души Может ли сниться Что-то Что кто-то Не существует На самом деле А может ли Может ли сниться Кто-то Кто не существует На самом деле И можно любить Такого человека Я перестал Бояться спать Возможно Дим Решил Оставить Меня в покое Пусть так И будет Мои сны Амелии Бесконечно радуют Меня Моя дочь Хорошая И умная Девочка Я верю Что она станет Прекрасной Женщиной Жаль Что она существует Только во сне Теперь И не только Не боюсь спать Но и с нетерпением Жду Когда сон придет Какая удивительная Перемена Если все будет Продолжаться Так и дальше То скоро Я попытаюсь Покинуть круг Не было Это его рук дело Сегодня ночью Моя дочь умерла Она подцепила Странную болезнь За которую Все ее тело Покрылось Кровоточащими язвами Она плакала Умоляла Ей помочь Я ничего не мог Поделать Она умерла У меня на руках Я проснулся Весь в поту Я сокрушен Мой разум Разум Разорван В клочья Три месяца Прошло со смерти Амелии Мое сердце Все еще кровоточит А ужасные видения Отравляют Каждую секунду Я слепец Который не хочет Ничего видеть Ибо полная слепота Будет благословением По сравнению С этими Учительными видениями Мне недолго осталось Я превратился В несчастного старика Уже год Как я живу Внутри магического круга Мысли о самоубийстве Преследуют меня Все чаще Для этого нужно Так мало Всего лишь Шагнуть За пределы Рун Да Стало быть Гюнтер Озим Как его там Доктор Зеркало Или как он там Все называет Это никто иной Как Мефистофель Ага Так Значит А как же его Блять Обманули Это в книге Я ее не читал Честно Книга 808 Года По-моему Или как его там 800 чего-то Короче Пипец Сколько ей лет Она не входит В список Школьных Школьной литературы А сам добровольно Такие книги Мало кто Я думаю Читает Да Еще Остановись Мгновение Ты прекрасна Это фраза По-моему Именно оттуда Еще Что я знаю Блять Об этом Больше я вообще Собственно Ничего не знаю Да и это Я где-то Услышал Опять же Если не из рекламы То хрен знает где Пожалуйста Долети до воды Отлично Значит Придется Обманывать Дьявола Как-то Импровизируя Но там Другая хрень Была с Фаустом И Мефистофелем Там В общем-то Спор был На то Что Дьявол Чем-то Сможет Соблазнить Фауста А здесь Видите Ольгер Сам захотел Денег Или что-то Типа того Сходу Отдал Брата А потом Видимо И провафлил Свою душу А может быть Отдав Брата Он потерял Душу А может быть А хер Его знает Как там Все работает У этих Мефистофелей Я Я в Невер Винтер Найт В дел Сишки Одного Мефистофеля Уже Отдрюкал Блин Помнится Финальный Босс Был Такой Сейчас Видимо Второго Придется Грохнуть Так Куда там Надо Сучий Ты Потрах Гребаный Ты Хрен Ну что Тут Блять Ни одного Указателя Где-то нету Ёб твою мать Я вот тут Пока на платве Трясся Подумал А Ольгер Получается Не может Не прийти Да Он связан Клятвой Тоже Или что Или почему По выполнении Всего этого Дьявол Просто за ним Не явился А надо Со всеми Встречаться О Это что такое Одного Он догнал Перед самой Пещерой Кто догнал Какой призрак Тракта Тут еще и призрак Тракта Где-то Что Да Толку здесь От факела В этой темени Я не знаю О Милостивая Крылья У вас Понятно Так глаза Я знаю О чем это Тут Виверна Живет Наверху Я Киролевская Виверна Вот Это Мне Повезло Я не врубаюсь Мне с Ольгертом Где встречаться Ядреная Мать Хуй Пуле У Иглесиас А Это Геральта Развернула От этого Страстного Блять Диалога То есть Мне Что еще Сейчас Придется От Виверны Да Площадь Зачищать Они Не могли Выбрать Другого Места Для Развязки Этой Дел Сешки Факел Задолбал Гаснуть На каждом Прыжке Ёп твою Мать Вон Свет Там Они Наверное В пещере Вряд ли Они У гнезда Дракона Там Свои Сделки Заключали Да Вот Этой Дырки Тут Раньше Не Было Инфа Стопроцентно Кто-то Сапит Или Рыщит Непонятно Печень Волка Да Да Выруби Ты Свой Фонарик В жопу Заебись Факел Выключился Отлично Ничего Тут Такое Светилище Нарисовали Немного Позже Ну Ночью Спустя 12 часов Немного Интересно Интересное Место Ты выбрал Бьюсь Об заклад Не случайно Не я выбрал Это место Можно было Шуткануть про Любовь к искусству Ну раз уж мы здесь Наверное У тебя для меня Что-то есть Осталось Спиздить Да принесть Я выполнил Третье желание Откуда мне знать Что это та самая Роза Ты мог ее Купить час назад С прилавка В Оксенфурте Присмотрись Хорошенько Ее дала мне Ирис С этим миром Ее больше Ничто не связывает Что Что это за Варианты Ответов Это доказательство Ее любви К тебе Не думаю Ирис Не хотела Больше жить Да хуй знает Это роза Символ расставания Икары Ну это вообще Пи И че блять Выбрать из этого Что за Что за ересь А хер его узнает Наверное первое Думаю что Она любила тебя И это лучшее Тому доказательство Да Да У меня После всего этого Ирис Во что же мы Ввязались Если бы я только знал Чем все это Кончится Что Что происходит Я чувствую будто Кто то вложил Мне в грудь Палающий факел О Ты снова Смертен Наверное Простите Что заставил Себя ждать Эффектен Эффектен Чертяка Ух дьявол Рад что Вся мы уже В сборе Как себя чувствуешь Фон Эверик Тебе не стало Немножко Легче На сердце А Дим Чего ты хочешь Как это Чего Твою душу Ой Блядь О чем забыл По договору Ты получишь ее Если выполнишь Три моих желания И И мы Встретимся На луне В смысле Ну Вот мы И встретились А это зеркало Сейчас оно Ааа Но это не луна Это месяц Надо бы сказал Даже полумесяц Нет Нет В договоре ведь Луна там Там А не Здесь Я дал тебе То что ты просил Здесь На луне Заканчивается Наш Ах ты Блюнок Ты меня обманул Я никогда Не обманываю Помочь Ольгерду Не вмешиваться Конечно Помочь Подожди Не вмешивайся Вспомни Что я сделал С последним Глупцом Который Надумал Мне мешать Ложку В глаз Воткнул Ты исполняешь Желание Так Исполни мое Оставь его А нахеру Он должен Выплатить Свой долг Отпусти его И я буду Тебе должен А че Ольгерд Ты хочешь Отдать Свою душу Вместо его Че ему делать Выиграешь Получишь И мою душу И Ольгерда Проиграешь Оставишь В покое На собой Во что же Ты хочешь Играть В Гвинт Не знаю Можем поспорить На что нибудь FIFA 15 На Playstation Хорошо Но сделаем Это по моему Я вот не врубаюсь На кой хер Мне этот Ольгерд Сдался Вместе Своей Душонкой Сраной Брата Продал Жену Предал Блять Нахуй ему Жить Но без этого Бучую Прохождение Было бы Неполным Что Что происходит Ты хотел Со мной Сыграть А вот сейчас Мы Увидим Мефистофеля Рогата Я загадаю Тебе загадку Отгадаешь И вы С Ольгердом Будете Свободны Да так себе Игра Та ёпты А если нет Тогда я вас Обоих Заберу С собой Надеюсь Это не та борода Ты сам Мне это Предложил Типа кто Утром ходит На четырёх Ногах Днём На двух Вечером На трёх Есть я У мужа У зверя У мёртвого Камня У облака В душу Не лезу Ловлю Изменение Облика Дева Взглянув На меня Отражение Ставлю Свои яйца Что это Отражение Старец Нахмурится Дитятка Расхулиганится Я бы сказал Зеркало Я бы сказал зеркало Но он начал С камней Что это может быть Вот упой Ты мне скажи Кто я Он начал С камней Животных Что у них есть Ну отражение Блять у всех есть Я тебе достану Время Покажет Найди меня Прежде чем Пересыплется Песок В часах Чего Блин А словами Чего нельзя Что ли Какой песок В часах Насчет чудовищ Мы не договаривались Это не честно Тебе нравится Ну чем богаты Тем и рады А когда он честным То было вообще Помни Тебе нужно найти меня Пока время не вышло Так я не врубаюсь Ебта Причем тут загадка И блять Мы в прятки играем Или загадки разгадываем Ты давай этот Не припездывай Рогатый хуй Ну локация красивая Так Масло против призраков Вот оно Зачем Я что-то не врубаюсь Что это у Геральта За удар такой Уебский Может удастся Сделать так Чтобы она появилась Снова Мой мир Мои правила Старец Нахмурится Дитятка Расхулиганится Водка Ты че дурак Что воздействует На психику Может водка Водка Ты дурак Я ничего не говорю Мимо Камни водку не пьют Идиот Идиот Блять А Можно ошибаться Понятно Ну тогда это Более гуманно Чем показалось На первый взгляд Улучшенное Масло против призраков Лучше бы у меня Меч твою мать Улучшенный был Против призраков Так Улучшенное масло Против призраков Где оно Улучшенное масло Интересно На нем котлетосы Можно жарить Я только что Сука Скрафтил масло Против призраков Где оно А вон Ну сверху Ёб твою мать Дело Взглянув На меня Приосанится Старец Нахмурится Дитинка Ну ёб твою Типа Геральт Вот бубнит Это и не догадывается Да О чем речь идет Учитывая что Этого Гюнтера Озима Называют Господин Зеркало Блять Ну просто Вот Спашные Ассоциации Че это такое Ну это походу Западня какая-то Там в конце сюжетки Тоже было Что утопец Кричал Голосом Какого-то мальчика Который давным-давно Утонул А это Шани Типа Кто-то голосом Шани орет Попробуем Ах ты Потаскуха Поверить не могу Что ты дал себя Так провести Да Значит я стал Только дальше Он отнял у меня Время Тем что Скинул Шани Значит 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 Надо бегать Надо думать Эм Ну я Че-то не вижу Ориентиров Куда бежать Поэтому Орины Какие орины Некогда И че это такое Геральд Ты Польстился На несколько Звонких Монет Вот этого Я от тебя Не ожидал Да А я рубинчик Возьму Да пусть Уходит Я же не знаю Куда идти То Ёпта Ну Блядь Дороги нет Это что Так Качели Нахер Это не то Некогда Я понимаю Каждое неверное действие Отнимает время Скверно У тебя Выходит Помни Ты еще можешь Знаться Завали ты Свой хлеборез Мне кажется Ты меня не найдешь Никогда Ау Сука Блядь Слышь Гюнтер Меня сейчас Твои демоны Отпи Блядь Демоны Мне сейчас Пиздюлей дадут И мы в игру Не доиграем Ты в курсе Чертополох Галим Спусти меня Нахер Домой Что это Чей это дом Тише Тише О О Зеркало Зеркало Ага Ты же не думал Что разгадка Будет Настолько Простой Я думал Что ты Я давно Подозревал Что ты Под хвостик Балуешься О Зеркальца Вот они А и при падении Я еще Нихерово Ударился Вообще Класс Вот же Петух Какой Я тебе Бляйся Голы В очко Забью После Этого Что Века Станет Море И Осень С Весною Черт У тебя Побрал Один А че Я должен Сделать А Интересно Сможешь ли ты Разбить Водную Гладь Ага Водную Гладь Водную Гладь Да Правильно В комментах Заметил Что Зеркало Которое Не Можешь Сделать Это Бесконечно А Может Поспорим Так А где Тут Вода В колодце Была Но Ты Сказал Водка Блядь Потому Что Это Дебил А Вот Смотрите А че Че Пол Не Провалился Дожди А вон Скаловодную Гладь Где-то Здесь У Фонтана Сука Он За мной Закрыл Стену Что Какой-то Бегущий В лабиринте Мать Тво Ну Ну Куда Я Блядь Спрыгнул Что Там Вода Внизу Что Есть Герой Сам Факел Достал Что Такое Высоко Обосраться И не Жить Блядь Ну Короче Я Так Понимаю Что Вряд Ли Это Надо Воду Искать Где-то В другом Месте Надо То есть Ну По-любому Она В доме В этом Блядь Ну Внизу Ну Туда Вроде Можно Спрыгнуть Высота Блядь Вряд ли Я В прошлый раз Вроде Тоже С небольшой Высоты Упал Туда Один Хрен Сдох Я так Понимаю Что Нужно Бежать По Разбивающимся Зеркалам И рано Или поздно Они куда-то Приведут Мне кажется Так Где-то Тут Был Фонтан Геральт Сказал Что Должно Быть Зеркало Которое Нельзя Разбить А Это Вода Он Тоже Сказал Должно Быть Зеркало Которое Нельзя Разбить Ну Шум Воды Ага Если Я Разрушу Стены То Потечет Сюда Ага Понятно То есть Надо было Просто У фонтана Включить Чутье Вот и Вся Загадка А что это у него глаза такие же А что это у него глаза такие же Уходи Не проиграл Ага А он не мог сказать типа нет меня не ебёт Я выиграл Да Как то Что то как то я ожидал финального боя какого нибудь мощного В итоге оказалось как это Какой то психодел В большинстве В большинстве своем конечно Ну Ну я Давно сказал что как то предсказуемо тут все Насчет дьявола и души И души Опять немного позже Ну чё Спаси твою Задницу хлопчик Блять Ну как Тебя лучше Лучше Спасибо Твое вино понемногу ставит меня на ноги Думаю оно поставило бы на ноги и покойника Исключительное пойло Ну а ты как жить собираешься Знаешь что Брата продавец Здорово наконец выпить чего нибудь настоящего А Ну ладно Так рассказывай Что с тобой приключилось Твоя отметина исчезла Значит все в порядке Да Все в порядке на нашей грядке Нечего рассказать мы выиграли Как это жить с каменным сердцем Упыть проклятый Сперва ты мне расскажи Каково это Жить с каменным сердцем Поначалу Замечательно Ты не чувствуешь ни страха И боли Но ты ни о чем не заботишься Тебя ничто не волнует Он пожелал каменное сердце Близкие люди тоже И понемногу Ты их теряешь Впрочем Ты знаешь чем это кончилось Ну и как же ощущения Ты чувствовал что нибудь Разумеется Вначале Я ощущал мир как никогда прежде Много сильнее и ярче Как это Пойми Каменное сердце я не просил Это был лишь Побочный эффект А что ты просил Немножко похуизма Повернуть состояние А потом жить так Будто нет никакого завтра Так и было Но лишь до поры А потом я не чувствовал уже ничего К счастью все уже позади Ведь это кончилось Правда? Ты расскажешь мне наконец Что случилось? Да пожалуйста Пожалуйста Господин зеркало Решил развлечься за мой счет Он придумал игру В которой я должен был проиграть Ну кажется Не принял во внимание Школы Которую я прошел у тебя Прости Я не хотел для тебя Лишнего риска Мне пришлось это сделать Чтобы защитить себя Я знаю Теперь ты можешь забыть о нем Ты в безопасности И свободен Ты свободен Спасибо Словно Я и не знаю Что мне делать с этой свободой Зеркало отняло у меня Все что я любил Все что мне было дорого Повесься на вожах Неправда Ты вернул сердце Это горькая победа Отныне я чувствую Как много я потерял У меня есть сердце А я не чувствую ничего Кроме отчаяния Грусти и тоски Моя жизнь разрушена Это точно я тебе не завидую Не волнуйся Все будет хорошо И что у него будет хорошо-то? Да-да-да То есть блять Оборотню волк То есть Геральт Оборотню посоветовал На вожах повеситься А когда Ольгер слюни распустил Геральт его Утешать будет Да хуй тебе Что ж Я тебе не завидую Как это говорят Будь осторожен В своих желаниях Ооо Я буду осторожен Поверь мне Хотя нет У меня есть мысль получше Я просто никогда Больше не буду Ничего желать Время распорядиться Своей судьбой Начать жизнь заново В этот раз На самом деле Да в 50-то лет Самое хуже Это хороший план Спасибо ведьмак Я благодарен тебе У меня для тебя Кое-что есть У меня уже две такие Я не могу это принять Можешь и должен Эта сабля Служила моей семье Не одно поколение Я потерял все Что имел Но ее сохранил Она для меня Очень много значит Тем более Не могу Окажи мне эту честь Для меня это будет Знак начала Новой жизни Пусть она верно Тебе служит Спасибо Сейчас посмотрим О Прости Не затянулось Ничего страшного Вновь благодарю тебя Геральт Удачи на твоем пути И тебе удачи Бывай Давай шашку-то посмотрим Чего он там дал Дополнение каменные сердца Объявляется Пройдено Только почему Каменные сердца А не каменное сердце О Че это такое Я уже думал Песчаная буря Из безумного Макса Сюда добралась Так Что же он дал О На 37 левел Аж Молодец Молодец Великолепная Корабелла А это у меня Что было Афирская кривая сабля Обычно Корабелла Урон Аж целых 399 Буду с этой сравнивать Которая у меня уже была Без рун В этой Три гнезда Так Оружие Заряжается энергией По ходу битвы Когда оно станет Красным Энергию Можно будет Высыпать Сокрушительные Атаки Которая будет Стоить Атакующему Части здоровья Ах Нейбонус Части здоровья Ну Может шашка И ничего Такая Только Не мне Ее испытывать С моим Тогномим Левелом На Кто сеет Митер Ну что ж Пришла Пора Прощаться С ведьмаком Не знаю Будут ли Еще DLC И стоит ли Мне сохранять Сейваки Эти До поры До времени Ну Сейваки Наверное Надо сохранить Ну Кто в курсе Может кто следит Вроде Говорит Что это Первое Дополнение Но не факт Что оно Последнее Так что Вы уж там Напишите Как А ну Че Ну Вообще Пишите Жмите Я пошел